Уже завтра в полдень на советской череду праздничных мероприятий откроет танцевальный праздник под открытым небом «Вальс Победы». Планируется, что в нем примут участие свыше 4000 человек. 7 мая в библиотеке имени Крупской состоится международная акция «Читаем детям о войне». А на территории мемориального комплекса «Салют Победы» завершится областной автопробег под названием «Спасибо деду за победу». Здесь же 8 и 9 мая пройдет множество праздничных мероприятий. Ну а главное представление традиционно состоится утром 9 мая на площади Ленина возле Дома Советов и на проспекте «Победы» во второй половине дня. Кроме этого, Дмитрий Кулагин отметил, что и после 9 мая ветеранам, труженикам тыла и вдовам участников войны будет оказываться самое пристальное внимание, в том числе в решении их жилищных проблем. В 246 ветеранов Великой Отечественной войны попросили помощь в ремонте и благоустройстве. Значит, начиная от починки забора, косметического ремонта в доме, до ремонта кровли, обустройства водопровода. Продолжается работа по оказанию внимания нашим ветеранам, по обеспечению их жильем, потому что если очередь для участников Великой Отечественной войны практически закрыта, то у нас остаются еще те, кто имеют статус вдов ветеранов Великой Отечественной войны. То есть эта очередь еще не закрыта и нам продолжать работать, поэтому эта работа продолжается.